Всем привет! В этом видео я расскажу о своем опыте использования 13-дюймового M1 MacBook Pro. Это отличный MacBook и он ни разу за 3 месяца меня не подвел. Но все же, по стечению этого времени я не рекомендую его покупать. И далее объясню почему. Если у вас уже есть такой же, не беспокойтесь. Это по-прежнему отличный компьютер и вы можете дальше наслаждаться работой на нем, как это делаю я. Но если вы только собираетесь его купить, обязательно досмотрите это видео. Прошлой осенью Apple объявила о выходе своей линейки Mac на M1. Я был очень удивлен, что они запустили сразу 3 новых компьютера. Начали они с презентации чипа M1 с потрясающими показателями производительности. А затем перешли непосредственно к новым компьютерам на его основе. Первым был представлен M1 MacBook Air. Затем мы увидели новый Mac Mini с очень привлекательной ценой в 699 долларов. И наконец, Apple показала M1 MacBook Pro. Его заявленные показатели производительности были шокирующими высокими для базовой модели 13-дюймового MacBook Pro. А когда они дошли до времени автономной работы, я был просто потрясен 17-ю часами использования интернета и 20-ю часами воспроизведения видео, что вдвое больше по сравнению с таким же 13-дюймовым MacBook, который Apple выпустила всего за полгода до этого. Честно говоря, я относился более чем скептически ко всем этим заявлениям. Но теперь, когда я провел много часов с этим MacBook, могу сказать, что Apple не преувеличивала характеристики, как это делают многие другие производители, особенно в отношении времени автономной работы. Его производительность настолько хороша, что мой Mac Pro за 15 тысяч долларов сейчас выставлен на продажу. Несколько потенциальных покупателей, которые связывались со мной, в конце концов отказались от покупки, потому что они решили дождаться будущих Mac Pro на базе Apple Silicon. Конечно, Mac Mini и MacBook Pro в целом слабее, чем Mac Pro, которые к тому же можно апгрейдить. Но для большинства моих задач, включая профессиональное использование, они работают также хорошо. Mac Mini я подключил к дисплею 6К на работе, а MacBook Pro использую в поездках и подключаю к дисплею LG 5К дома. По сути, это осуществило мою давнюю мечту – иметь небольшой и легкий Mac для портативного использования вместо гораздо большей машины. В M1 MacBook Pro почти все осталось таким же, как у его предшественника. Он имеет точно такое же полностью алюминиевое шасси, тот же дисплей, трекпад, динамики, также отличный обновленный Magic Keyboard, тачбар. Батарея тоже осталась без изменений, также как и единственный вентилятор. Все, что сделала Apple, это заменила процессор Intel и отдельная АЗУ на систему на чипе Apple Silicon, которая включает в себя почти все, и это имело огромное значение. Я подробнее остановлюсь на производительности в синтетических тестах, а также расскажу о своем реальном опыте по сравнению с предыдущими моделями, которые намного дороже. Производительность 13-дюймового M1 MacBook Pro находится совершенно на другом уровне по сравнению с его предшественником. В тесте Cinebench R23 он двое мощнее, и в то же время работает совершенно бесшумно, и при этом остается прохладнее. В многоядерном тесте Geekbench 5 он на 90% быстрее, а в одноядерном на 87%, и должен сказать, что разница определенно заметна. Я никогда не жаловался на производительность процессора, меня больше интересовала производительность графики, но и это больше не проблема. Apple более чем утроила графическую производительность. В Metal-тесте Geekbench 5 она выросла с 7070 баллов до впечатляющих 21863 балла, и еще сильнее в игровом тесте. Ну что же, тесты теперь в порядке. Но что это значит в реальном мире? Раньше я никогда не мог нормально использовать 13-дюймовый MacBook Pro, потому что он был слишком медленным для профессионального редактирования видео. Проекты 4К, над которыми я работаю, обычно начинали подлагивать, как только применялся светокор или использовалось несколько видеодорожек. Это приводило к тому, что таймлайн начинало заикаться, и редактировать ее было головной болью. Я мог бы перейти к более низкому разрешению в этот момент, но тогда трудно судить о фокусе. Или можно было бы перекодировать в ProRes, как это многие делают. Но это занимает до нескольких часов в зависимости от проекта, а также размер проекта становится примерно в 5 раз больше. Даже экспорт стандартного 13-минутного проекта, который мы делаем почти каждый день, на 13-дюймовом MacBook'е прошлого поколения, занимает около 40 минут. При этом вентилятор громко шумит, а Mac сильно нагревается. На новом же 13-дюймовом M1 MacBook Pro, подавляющее большинство проектов, над которыми я работаю, редактируются идеально плавно. Даже когда я добавляю всю эту коррекцию, использую несколько плагинов, экспорт такого же 13-минутного проекта занимает всего 7 минут и 35 секунд, что более чем в 5 раз быстрее, чем всего полгода назад. Это невероятный прогресс, всего за 6 месяцев, и со встроенной графикой, которая потребляет всего 5,6 Вт мощности. Если сравнить, например, со встроенной графикой Max-Q Razer Blade Stealth, которую ухвалили за низкое энергопотребление, то она потребляет 25 Вт. Конечно, в тестах этот графический процессор мощнее, чем M1. В Geekbench 5 он набрал почти в 2 раза больше баллов. Но что интересно, когда дело доходит до редактирования видео в DaVinci Resolve, MacBook с чипом M1 оказался даже быстрее. Экспорт 10-минутного 4К проекта занял у него 6 минут и 8 секунд, по сравнению с 8 минутами у Razer Blade Stealth, из-за ограничения видеопамяти в 4 ГБ. И вот что интересно. Это сравнение мы проводили, когда оба компьютера были подключены к розетке. Когда мы их отключили от питания, Razer потребовалось уже 13 минут на рендеринг, в то время как M1 MacBook Pro потратил столько же времени. Еще одно огромное отличие – время автономной работы. Razer проработает 2 часа, выполняя тяжелую работу, такую как рендеринг видео. M1 MacBook Pro выполняет уже задачу. Проработал 8 часов. Это невероятная разница. Эта машина очень эффективна. Хорошо, что Apple не пошла на компромисс и не установила дополнительную графику в 13-дюймовой машине для лучшей производительности, ведь при этом увеличился бы шум и уменьшилось время автономной работы. Вместо этого они сумели добиться улучшения всех этих параметров, обеспечив превосходство над прошлой моделью и альтернативными вариантами на Windows. В сравнении с 16-дюймовым MacBook Pro, 13-дюймовый M1 MacBook Pro также показал хорошие результаты. Экспорт одного и того же 13-минутного 4К проекта на 16-дюймовый MacBook Pro занял 6 минут 25 секунд, а на M1 MacBook Pro 7 минут 35 секунд. Я готов пойти на такой компромисс, получив взамен меньший размер и вес 13-дюймового MacBook. Кроме того, нужно учесть, что 16-дюймовый MacBook, с которым я его сравниваю, это топовая модель на Intel Core i9 с графикой 56-00M, который стоит 4099 долларов по сравнению с 1300. Если сравнить с базовой моделью, то M1 обрабатывает видео даже быстрее. Хочу отметить, что топовый 16-дюймовый MacBook в целом мощнее, особенно если выполняются задачи с тяжелой графикой, но для большинства видео, над которыми работаю я, разницы в плавности редактирования нет. А если говорить о времени автономной работы при редактировании видео на ходу, то M1 продержится почти в 3 раза дольше. Конечно, я в основном делаю акцент на том, чем сам занимаюсь чаще всего. Но вы будете удивлены, насколько новый 13-дюймовый MacBook хорош по сравнению с 16-дюймовым на Intel Core i9 в таких задачах, как редактирование фотографий, обработка музыки и многое другое. Итак, как видите, у меня практически нет претензий к работе этого Mac. Он очень крут. Так почему же я не рекомендую его покупать? На самом деле все просто. M1 MacBook Air дает вам 95% того, что может дать MacBook Pro в лучшем форфакторе и всего за 950 долларов прямо сейчас на Амазоне. Когда эти машины были впервые анонсированы, почти все думали, что MacBook Pro будет для профессионального использования, а MacBook Air будет для простых задач из-за его конструкции с пассивным охлаждением. Но когда нам в руки попали обе машины, мы увидели, что Air работает намного лучше, чем мы ожидали. Скажу больше. После небольшой модификации, о которой я рассказал в одном из своих видео, ссылка на него сейчас в правом верхнем углу, производительность Air становится такой же, как у Pro. После трех месяцев использования обоих, я считаю, что Air нужно покупать практически всем. Его производительность достаточна для большинства задач даже без модификации. Например, экспорт 8K Redraw Video он выполняет чуть медленнее, но зато он полностью бесшумный. А для таких задач, как редактирование фотографий, производительность Air практически идентична Pro, если вы не экспортируете 500 RAV изображений, где на Pro можно выиграть несколько минут. Но тратить на это дополнительные 350 долларов я бы точно не стал. Кроме того, есть информация о том, что Apple собирается отказаться от Touch Bar, поэтому платить за технологию, которая скоро устареет, тоже не имеет смысла. Так что, на мой взгляд, 13-дюймовый M1 MacBook Pro худший из всех вариантов на M1. M1 Mac Mini второй, из-за дополнительных портов, лучшей производительности и низкой цены. Но M1 MacBook Air лучший, даже если вы в основном будете использовать его дома, подключив к дисплею. Наличие встроенного дисплея и возможность использовать его в дороге, когда это необходимо, даже если это всего несколько раз в месяц, определенно стоит дополнительных денег. На сегодня у меня все. Надеюсь, это видео окажется полезным для вас. Спасибо, что досмотрели его.